Следующий вопрос. Если человек взял землю в аренду и посеял в ней зерно, например, так, потом снял урожай, кто должен платить заказ урожая? То есть хозяин земли, которому дали деньги, аренду за эту землю, или хозяин урожая, который вырос в урожай, заплатив деньги за землю. Сталин Науи сказала Науи в своей книге Шарху-ль-Муаззаб. Наш Мазааб говорит, имеет в виду Мазааб Шафиитов, то, что десятую часть урожая, то есть заказ, должен выплачивать тот, кто взял в аренду землю, то есть колхозник, так или нет, крестьянин. Это мнение имама Малика, Абу-Юсуфа, Мухаммада ибн Хасана Ашайбани, имама Ахмада, Дауда Злахири, а Абу-Ханифа сказал, я джебу аля фахибал арт. Заказ должен выплачивать хозяин земли, который получил деньги за аренду. Это мнение кого? Абу-Ханифа в этом вопросе. Значит, два мнения в вопросе. А если человек взял землю истиара, истиара это что такое? То есть взял землю в пользование без арендной платы. Просто друг ему, допустим, дал землю попользоваться, посадить на ней урожай и собрать урожай. И не берет с него за это ничего. Это разница между истиара и между... что? Между истиар. Истиар это когда человек берет в аренду, платит деньги. А истиара, когда берет пользование, на пользование и деньги, не платит. Говорит, а если человек взял землю в пользование, позарага, и засел ее, то есть не платят за нее деньги, что 10 часть урожая должен выплатить тот, кто взял пользование. Так или нет? Это говорится, что мазар шафиитов и всех ученых. Уинда Абиханифа риваятан. Ашхару Гумаха Казах. А от Абу Ханифа пришло два риваята. Самый известный такой, который придерживаемся мы. В Ассане Ралаху Ангулу Ибнану Барак. А второй риваят от Абу Ханифа передает Абдуллау 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 Нубарак Анну Аляльму'и. А за адем. То есть закат должен выплатить тот, кто дал землю в пользование. И это говорит очень удивительно. То есть что значит удивительно? То есть я дал землю другу в пользование. Ничего за это с него не беру. Он там, машалла, посеял урожай, собрал урожай, и я еще должен выплатить с него закат. Говорит Азааде. Это является чем удивительным. Так или нет? Как об этом приходит в книге Маджму Аль-Фатава. А что касается десятой части, то есть имеется до заката с урожая, то у большинства ученых, как Имам Малик, Шафи, Ахмад, а также у других, то у большинства ученых закат с урожая должен выплачивать тот, кто владеет этим урожаем. Как сказал Всевышний, о вы, которые веровали, выдавайте закат с того, что вы заработали, то есть имеется ввиду с торговлей. И из того, что мы вывели для вас из земли. Какой здесь довод в этом аяте? То есть указывает на то, что закат платит тот, для кого выведен урожай из земли и Всевышним Аллахом. Отсюда ты что понял? Во всех этих вопросах, которые мы разбираем сейчас или будем разбирать далее, у тебя есть явный что, разграничительный момент, что закат с урожая платит хозяин этого урожая. Без разницы, платит ли он арендную плату, так или не платит, просто пользуется землей, или еще за эту землю что-то платит государству и так далее. Все это что? Не влияет на вопрос выплаты заката. Закат выплачивает тот, кто владеет урожаем. Вот это ясно или нет? Значит, в нашем вопросе, кто будет платить закат? Тот, который взял землю в аренду. То, что он платит аренду, это не влияет на закат. Это отдельный момент. Понятно или нет? И он еще плюс должен выплатить закат с этого урожая, так как это его урожай. И к этому урожаю сам арендодатель не имеет отношения. Так или нет? Он просто отдает землю в аренду. Первая часть аята говорит о закате в торговле. Восстание от обаману закат. А второй отрывок из аята указывает на необходимость выплаты заката, того урожая, который выведен нам, Всевышним Аллахом, из земли. Значит, тот, кому вывел Всевышний Аллах это зерно, тот и должен выплачивать десятую часть. Поэтому если человек взял в аренду землю, для того, чтобы засеять ее, то десятую часть заката с урожая должен выплачивать тот, который взял эту землю в аренду. У всех ученых выказали нам, а также у Абу Юсуфа и Мухаммада. То есть указывает, что ученики Абу Ханифы противоречили в этом вопросе Абу Ханифе. У Абу Ханифа Якуль Абу Ханифа говорит, аль-рушру аль-муаджир. Десятую часть должен платить тот, который сдал землю в аренду. Сдал землю в аренду. Нам это мнение неправильное. Правильное мнение, что десятую часть платит хозяин урожая. У Айназара арзан аль-амныс. А если посеял землю за половину? Что значит посеял землю за половину? То есть человек сдает тебе землю в аренду, но деньги с тебя не берет. Говорит, сей пшеницу на моей земле, а потом, когда ты берешь урожай, половину урожая мне за это отдашь, а половину заберешь тебе. Тогда кто должен платить за как? Так или нет? Говорит, В этом случае владелец земли платит за как со своего урожая, со своей части, а тот, который сеял, платит землю со своей части. Почему? Возвращаемся к нашему правилу. Закат должен платить тот, кто владеет урожаем. В данном случае кто владеет урожаем? Половина урожая владеет нам, владелец земли, а половина урожая владеет этот христианин, так или нет, который сеял. Понятно или нет? Понятно. Говорит, Каждый из них должен выплатить десятую часть того, что для него вывел Всевышний Аллах по Наталии из земли. Так, теперь вопрос. А если у каждого из этих двоих часть его урожая не доходит за несаба, должны они платить за как? Тогда они должны. То есть, если весь урожай, например, восемь уасков, этот забрал четыре уаска, этот забрал четыре уаска, они ничего не платят, даже если весь урожай достигает несаба, ясно или нет? Говорит дальше. Где мы? А тот же, кто дал землю нам, уйра ардан. Наоборот. А тот, который взял землю в пользование. Или ухте, ага, то есть, получил какую-то часть земли, допустим, от государства. Так, ему выделили ухте, как бы выделили нам, выделили часть земли. Ау канат маукул фатана аля айниги. Или какую-то землю оставили ухв именно ему. Сказали, это, допустим, что я оставляю землю вакф такому-то человеку. Так, такому-то человеку. И он посеял в нем посев, то он обязан выплачивать 10-ю часть. Говорит, если же он дал землю в аренду, то 10-ю часть должен платить тот, кто взял землю в аренду. А если же что, заратуй, вот это как раз, отдал землю, как бы взамен за половину, допустим, урожая, или за третью часть урожая, тогда, говорит, что закат на них на двоих, по каждой своей части. Это то, что мы разбирали выше. Все понятно или нет? Брат, смотри, много разных ситуаций может быть, но ты возвращаешься всегда к одному правилу. Кто владеет урожаем, тот и платит, что закат. Понятно или нет? Так же сказал шейху Мистану в тайме, как об этом приходит Маджму аль-Фатава. Десятую часть должен выплатить тот, кто владеет урожаем. Если, говорит, что произошел договор, я отдаю тебе землю, а ты теешь, это называется что Музара, отдаю тебе землю, а ты теешь, взамен за землю ты отдаешь мне такую-то часть урожая, третью, половину, четвертую часть, в зависимости от того, как договорятся. То вообще относительно вида этого договора есть разногласия у ученых. Такой вообще договор действительный или нет? Более правильное мнение, что такой договор действительный. Понятно или нет? Если назначается конкретная часть. Но если назначается вот так вот, говорит, я отдаю тебе землю, и урожай, который вырастет вот на той части земли, на восточной части земли, мне, а который вырастет на западной, тебе вот такой договор действительный. Почему? Потому что в нем нет гаров, как сказать, неизвестных. Потому что, возможно, на восточной вырастет, а на западной ничего не вырастет. Или наоборот, на западной вырастет, а на восточной вырастет. Или на западной вырастить лучше, потому что хозяин земли знает, что западная часть земли у него лучше. Отличается солнцем больше, под ней какие-нибудь воды, допустим, источники воды и тому подобное. Ясно или нет? Тень на нее лучше падает и так далее. Поэтому он выбирает себе западную часть. Вот этот договор недействительный. Но если они договариваются на какую-то часть, тогда действительно. Понятно или нет? Говорит Хаманни, атакада джаваз аль-музара, атакада насыбагу, атакал саллах насыбагу. Поэтому тот, кто считает такой вид договора действительным, а он действительно, а он на самом деле действительным, так или нет, то каждый забирает свою часть. Ковхозник забирает свою часть, а владелец земли забирает свою часть. И каждый из них платит закат со своей долей, так или нет, со своей долей. А тот, который считает такой вид договора недействительным, Считает, что весь урожай должен забрать владелец семян, а тому он должен выплатить деньгами за аренду, а не урожаем. Некоторые так сказали. И поэтому, соответственно, по этому мнению он должен что? Забирать весь урожай полностью. А владелец земли должен взять только деньги за аренду земли. А значит, и закат должен выплатить кто? Паллах. Вот этот колхозник в Истине. Но это мнение мы сказали неправильно. И никто из мусульман не говорит, что вид договора разрешен, а десятую часть должен выплачивать только сеющий. И что это означает? Ты мне дал землю, я сею. За счет того, что я отдам тебе полурожая как арендную плату. Никто, говорит, не говорит, что колхозник, который затеян, должен отдать десятую часть за весь урожай. Понятно или нет? Даже те, которые говорят, что этот договор разрешен, а это действительно так, говорят, десятую часть плачу я со своего, а ты десятую плачешь со своей частью. Никто не верит, что я должен из-за тебя, из-за тебя десятую часть отдавать. Вот это понятно, вот эта фраза? Дальше. Говорит. Это другой вид договора. Говорит, если владелец земли не владеет ничем из урожая, так или тот, который выделяет какую-то землю другому, не владеет ничем из урожая. Тогда он, соответственно, не должен выплатить, что заката. Поэтому тот, который думает, что человек должен выплатить закат из-за себя, из-за хозяина земли, десятую часть, то это противоречит гладкому мнению мусульману. Каждый должен выплачивать с чего? С своей части. Понятно или нет? Значит, окончательное мнение в вопросе вверхое, что если человек взял в аренду землю и засеял в ней зерно, и договорился на деньги, потому что за аренду он отдаст деньги, тогда он выплачивает закат самостоятельно, полностью со своего урожая, десятую часть. Если же он взял в аренду землю, но договорились не на деньги, а договорились на часть урожая, то каждый выплачивает закат со своей части урожая, если доходит количество урожая до несаба, или объем урожая до несаба. Продолжение следует...